Как поменять свои водительские права на чешский? Что для этого нужно? Сколько это стоит? И что будет, если этого не делать? Всем ахой! Меня зовут Алакс. Подписываемся, ставим лайк этому видео и поехали! Перед поездкой в Чехию мы уже потихоньку изучали этот вопрос. И очень не зря. Так что, можно сказать, мы были подготовлены. Поэтому решила записать этот ролик, так как уверена, кому-то он будет очень полезен. Итак, первое. Обмену подлежат права нового образца, выданные после 2011 года. Также права должны быть международного вида. Все данные продублированы латиницей. Ну и, конечно, обратите внимание на срок действия прав. И по возможности продлите их на всякий случай. Все-таки в своей стране это сделать гораздо проще. Список документов, которые вам нужен. Действующие водительские права. Биометрическая карта, то есть ВНЖ, подтверждающая легальное пребывание в Чешской Республике. Заграничный паспорт. В паспорте должна стоять печать о прописке в Чешской Республике. Как раз первая проблема, с которой мы и столкнулись. Немножко истории. Когда мы нашли квартиру, нам нужно было сходить в МВД и изменить прописку. Там в базе все изменили и у нас просили, вам в паспорт поставить печать с пропиской. Но мы немного простерялись, спросили, если это нужно, то ставьте. Но нам сказали, если есть желание, мы можем вам поставить. Мы подумали на тот момент, что если у нас есть биометрическая карта и в базе все обозначено, зачем нам вообще нужен загранник? И закинули его подальше в шкаф. И вот как раз пришли мы менять права. Нам говорят, нужна печать в загранпаспорте. Так что пришлось нам возвращаться обратно, делать двойную работу, опять ехать в МВД, ставить эту печать. Еще у вас должно быть родное число. Возможно, не у всех его спрашивают, но были случаи, когда без него отказывали в замене прав. Родное число – это уникальный номер, который присваивается каждому проживающему в Чехии свыше 90 дней. Под этим номером, который присваивается один раз и на всю жизнь граждане и иностранцы, проживающие в стране, значится во всех необходимых базах данных, включая налоговое, социальное и прочее. Сразу вместе с карточкой вам его не выдадут, поэтому вам нужно через какое-то определенное время получить его самостоятельно. Также обратиться к этому поводу в МВД Чехии. Когда мы продлевали свои карты, то есть карту ВНЖ, то родное число у нас было уже автоматически на карточке. Возвращаемся к нашим правам. Сдавать тест никакой не нужно. Медкомиссию тоже не требуют при получении водительских вправ, при замене точнее. В принципе, это все документы. Перед тем, как идти менять права, мы тоже искали информацию, что нужно для этого. И многие писали, что необходимо заполнить несколько заявлений заранее о выдаче новых прав, о том, что ваши права действительны, что вас там не лишены ли вы их. Но, видимо, с недавних пор что-то поменялось. Мы зашли на сайт, записались онлайн на день, когда нам удобно прийти поменять права. Кстати, очередь на тот момент была не такая большая. Так что записаться можно было уже сразу на следующий день. В назначенную дату мы пришли, взяли талон и нас сразу пригласили к окошку. Заявление мы никакого не писали. Единственное, заполнили анкету, пару подписей и все. Меняли мы права 6 декабря 2021 года. Кстати, фотографии приносить не нужно. Будут использовать фотографии, которые вы делали для вашей биометрической карты. Итак, сколько же это стоит? Выдача новых водительских прав. При стандартном режиме 20 дней стоит 200 крон. При ускоренном 5 дней 700 крон. А если вы пришли менять права, так как требует закон, то тогда и вовсе бесплатно. Как в принципе у нас и получилось. То есть, если закон требует обмен прав, то, соответственно, вы ничего не платите. А вот если вам нужно будет по чешским правам ездить дома, например, в России, когда вы поедете в гости, тогда нужно сделать международную книжку, которая дает это право. Эту книжку можно сделать на месте, когда вы придете получать новые права. И там уже нужно будет заплатить 50 крон и сделать фото. Тоже это все делается на месте. Куда идти для замены прав? Обмен водительского удостоверения можно сделать в любом магистрате в транспортном отделе. В описании оставлю адрес магистрата города Пылзень и Праги. Если вас интересует другой город, то это можно все найти в гугл-карте. Через какое время это нужно сделать и что вам будет, если вы этого не сделаете? Ездить за рулем. По правам родной страны вы имеете право не больше полгода. Далее вы их должны обязательно поменять, если хотите водить машину. Или сделать это раньше, не только через полгода. Если через полгода вы их не поменяете, заставлять никто не будет, но ездить уже нельзя. За нарушение грозит штраф до 50 тысяч крон, поэтому лучше, конечно, потратить немного времени на их замену. При замене прав ваши остаются либо в Чехии, либо их отправляют на родину. Это уже на ваше усмотрение. При замене прав вас обязательно об этом спросят. На какой период дают чешские права? Если у вас категория B, то вам при замене прав дают их сразу на 10 лет. Например, у меня срок российских прав заканчивался в 2026 году. И при замене мне выдали права сразу на 10 лет. Если у вас кроме категории B есть еще и категория C, то вам выдадут права на 5 лет. У нас так получилось у мужа. У него категория B и C, и получил он права только на 5 лет. Но я думаю, это не так страшно. Продлить их можно уже потом в любом случае. В принципе, проблемы в замене прав я не вижу. Думаю, этот ролик будет полезным многим. И если есть какие-либо вопросы, можете писать мне в инстаграм. Ну и, конечно же, оставляйте комментарий, лайк на это видео и подписку на канал. Всем ахой! Соблюдайте правила дорожного движения и меняйте вовремя документы. И тогда не придется платить огромные штрафы. Еще увидимся на моем канале.